И начнем с автомобильной темы. Водители скоро вам права не понадобятся. Точнее, вместо их живой версии будет QR-код. Пилотный проект планируют запустить в нескольких регионах, однако в каких пока не сообщается. Надеюсь, тюмень войдет в их число, только вот я не понимаю, почему этого не сделали до сих пор. Ведь, к примеру, в личном кабинете госуслуг есть информация о документах и о водительском удостоверении тоже. Зачем возить их оригинал? Ну а для тех, у кого пока водительского и вовсе нет, но очень хочется внимания, возможно, в скором времени получить его будет сложнее. С 1 апреля планируется, что вступят в силу ряд изменений при сдаче экзаменов на права. Подробнее об этом мы поговорим с Евгением Кишко, заместителем начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Евгений Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, 2020 год закончился, с таким мы еще в современной истории не сталкивались. Как-то пандемия повлияла на сдачу экзаменов на водительское удостоверение? Как я понимаю, желающих меньше стало или ошибаюсь? Желающих оказалось не меньше в 2020 году. По сравнению с 2019 годом, выданное количество свидетельств после окончания обучения в образовательных учреждениях на 807 выше составило, чем в 2019 году. Процент получения водительского удостоверения после окончания образовательных учреждений составил у нас 41%. Такая как в 2019 году он у нас составил 51%, на 10% меньше. Это то есть те, кто проучились, но не смогли сдать по ряду причин. Правильно я понимаю? Ну да, по ряду каких-то причин. Ну, это было, конечно, у нас обусловлено и тем, что в апреле и мае месяца в связи с распространением у нас коронавирусной инфекции был приостановлен прием экзаменов, как теоретических, так и практических. Но когда ситуация у нас стабилизировалась, обстановка, все, конечно же, возобновилась. Ну или кто-то, наоборот, подумал, получается, раз меньше стало, что в общем-то пока я не буду сдавать. Нет, желающих на самом деле было много. Заявок от автошкол было достаточное количество. В летние и осенние месяцы работали в напряженном режиме. Граждане с удовольствием хотят сдать экзамен на водительское удостоверение и получить его, конечно же. А многие ли не сдают с первого раза и приходится проводить с ними пересдачу? Процент большой? У нас процент на протяжении уже четырех лет составляет от 18 до 20%. Каждый пятый, получается? Каждый пятый, да. Это у нас процент сдачи с первого раза кандидатами водителя. С первого? С первого раза. А 80% получается отправляются на различные пересдачи, на вторую, на третью? Да, отправляются на пересдачи. Много ли проколов? На чем чаще всего совершают ошибки? Проезд перекрестков с нарушением не уступают, создают помехи другим транспортным средствам, не пропускают пешеходов. Это из-за невнимательности, конечно. Волнение, невнимательности. Волнение, превышение установленного скоростного режима, невыполнение заданий экзаменатора. Ну, это из-за волнения, конечно, кандидат обходитель. Ну, то есть, это такие базовые, по большому счету, ошибки на базовых навыках делают. Вот с первого апреля планируют ввести новый регламент, как я понимаю, сдачи экзаменов. Пишут, что не будет площадки. В мое время это называли автодромом. Автодромом неужели вот площадка сейчас, ну, не приносит никакой пользы, ну, я имею в виду водителям категории B, которые сдают на управление легковым автотранспортом? Если рассматривать категорию B, то по категории B в условиях реального дорожного движения, ну, как называемый экзамен-город, экзаменатор может, так скажем, проверить навыки обучаемого, сдающего экзамен на месте. Что, конечно, нельзя отнести к категории A, потому что, соответственно, нет у нас дублирующих органов управления. Ну, и таких категорий, как категории ЕК-Б, ЕК-Ц и ЕК-Д, потому что в условиях города, в условиях дорожного движения сложно подобрать место для выполнения. Это с прицепом вы имеете? Это с прицепом, да, потому что и параллельная парковка, и въезд в гараж, вот можно устроить затор. Ну, то есть все эти навыки, которые сейчас для категории B проверяют на автодроме, их будут в городе делать. То есть это заезд на горку, я помню, был там разворот, заезд на парковку. Это все будет входить в основной экзамен как обязательные элементы. Совершенно верно. В данное время маршруты уже переработаны, включают в себя все элементы упражнений, которые необходимы при выполнении условий как на автодроме, так и в городе. Сколько сейчас ошибок можно допустить и какие являются фатальными, после которых экзамены сразу же прекращают? Максимальное количество баллов для успешной сдачи экзамена не более 4-х. 5 баллов кандидат-водители набирает, соответственно, ставится отметка «не сдал инспекторам». Это не пристегнутый ремень, условно, пользование мобильным телефоном, это вот самые такие критичные ошибки. Ну, пользование телефоном кандидат-водители себе не допускает уж таких-то уж шалостей, так скажем. Да, все равно кандидат-водитель приходит на экзамен, испытывает определенные волнения, относится к этому ответственно, а то он на экзамен. Выполняют такие вот нарушения, если грубые нарушения, но это, конечно, проезд перекрестка. Не уступают дорогу другим транспортным средствам, имеющим преимущество движения. И пешеходов не замечают у нас в честь. Ну, Евгений Иванович, надеюсь, что с этими ошибками обязательно ученики все разберутся и ждем новых изменений. Спасибо вам большое. Спасибо.